всем здорова наконец-то сделаем сейчас видео 17 лаков те которые мы испытали отработали которыми сейчас про каждый подробненько расскажем единственно что какой нету колоночки тут это цена потому что я просто не вспомню какой сколько стоил какие-то нам давали бесплатно мы даже не знаем почему они большую половину мы покупали самостоятельно работали ими пробовали сделали свои выводы сейчас мы с сашкой потому что какими-то работал только я какими-то работал только он какими-то работали вместе параллельно поэтому вместе и расскажем чё по плюсам чё по минусам и чё как ощущается давай начнем во первых начнем сейчас колонок какие за что отвечают и что такое плюсики что такое минус и там где у меня ухаясь написано что означает блеск думаю понятно плюс минус плюс хорошо минус не очень нехорошо издая плюс минус это ну такое царапучесть я и указал это то состояние когда лак полностью высох его уже можно собирать полировать но царапается микрофиброй даже есть больше половины фиброй усадка то как себя лак ведет после высыхания то есть насколько он изменился в шагрине полировка как полируется кипение закипел не закипел не 7 маркер дайна 6000 забыл совсем про нет сейчас только вспомню кипение сушка то как он сохнет по времени не слойка на клип потому что двухслойных лаков это довольно таки важно то есть сколько времени мы будем ждать пока можно носить следующий слой ухсов это вот следующая колонка время схватывания это время как физики в школе то есть по схватыванию потому что есть лаки которые ну ты нанес там 10-15 минут он закрытый уже закрытый а есть такие что 20 минут он еще открыт и в себя пыль налепает дайна 6000 так 18 лаков и сейчас по ним так бега какие-то очень заслуживают внимания какие-то можно сразу на дно опускать а какие-то там по рынку все зависит от цены здесь самый дешевый лак 9 евро самый дорогой лак 38 евро за литровый комплект поехали сотра хс нам их дали попробовать в принципе лаки ничего так работал ими только ты я мелочи какие-то пробовал по блеску получается вот тут едет сотра хс хс почему блеск у него просто космический ультра хс хс у нас в старой таблице плюс-минус отмечено да 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 то есть наоборот тут главное не спутать какие-то хс и какие-то ультра хс и получается сотра хс в среднем он нормально блестит по царапучести он был адекватным не сел полировался почему-то так себе у нас отмечено просто тут таблица составлялся начала еще с начала лета уже кое-что мы можем именно забыть чисто визуально как у нас было это отмечено не закипел отлично сох вот именно по сушке хс прям шикарно на отлип все нормально по времени схватывания до того как он закроется на пыль тоже все норм ультра хс с утра шикарно блестел полностью сарапался микрофиброй у нас на черном цвете бампер это был это пошел с паршовский бампер серегин его не могли отполировать потому что его полируешь микрофибр протираешь он весь поцарапан просто днище не сел нормально полировался в плане именно то есть как с него уходит риска выбивается ну нормально все было не закипел сок чуть-чуть дольше чуть дольше чем хотелось бы но это ультра хс межслойки нету потому что полуслоя слой и время схватывания нормально для ультра хс мл 920 леклер нормально блестит царапается так в принципе после полировки как большая половина не садится полируется тоже не фонтан как хорошо кипит проверено сушка долго сохнет если не включать если не включать принудительно сушку он у вас будет сохнуть ночь вы придете на следующее утро у вас будет липкий то есть он просто хреново сохнет межслойки нет потому что ультра хс время схватывания на отлип ну часов шесть грубо говоря то есть для гаража сразу не секенс хс basic нормально блестит по царапучести такой прикол до середины августа партии которые мы покупали хороший был лак по царапучести середины августа он превратился ушел короче в сторону плохую в эту сторону ушел из до этого тут был плюсик сейчас тут плюс-минус я указал тут брак потому что очень похоже что что-то они изменили лак вроде бы тот же по ощущениям нанесения полировки но начал царапаться от микрофибры по усадке чуть-чуть подсаживаться но не критично но я указал это плюс-минус нормально себя ведет полируется хорошо не кипит по сушке у него и изумительно есть два отвердителя медленный быстрый зависимости какой выбрать можно просто по детально выбирать сколько если одна деталь взял быстрый сохнет шикарно межслойка идеальная там долил лак пока пошел можешь следующий валить время схватывания через 40 минут до замечать замечательного в плане сушки реально шикарный классного арбай ультра хс это тот который у нас был самый дешевый 9 евро за литровый комплект он за нами стоит машины им отвалены шикарно блестит нормально на царапучесть себя ведет чуть-чуть подсаживался он чуть изменился ну по крайней мере было отмечено что у нас усадка мы что-то там увидели то есть не подсел хорошо 20 минус минус да то есть он как бы и подсел и неплохо шикарно полируется не закипел хотя он основали на на полтора слоя еще один слой его нигде не закипел нигде не потек ничего с ним не произошло по сушке для колонку выделить текучесть это скажем за некое конкретно по сушке в принципе неплохо для ультра хриса даже хорошо но в общем надо бы подождать плюс минус этого межслойка ультра хрис то есть полуслоя слой сразу время схватывания у него хорошие то есть в общем время схватывания закрывается нормально ну в общем соковки быть типа долговато для полунику он хорош ну для под так это ультра хрис то есть прокатит вообще ультра хрис а вот тут межслойкой почему указал не стал писать плюсы или минусы это ультра хрис у них как таковой межслойки нет ты полуслоя нанес там два три пять элементов и пошел следом наносить сразу слой именно поэтому межслойку я никакую не указывал тут более важно время схватывать потому что есть ультра хрис и которые адекватно схватываются в плане по времени есть который прям очень долго открыто потом раз и закрылись тут уже каждому решать в зависимости от объема работ maxi ton 7000 обычный двухслойный лак нормально блестит я мотоцикл делал реально нормально блестить не царапается по усадке он у меня изменил шагу чуть-чуть чуток поэтому минус за это нормально полируется не кипит нигде хотя у меня даже там на древчик было не закипел сохнет тоже так себе потому что ну по времени чуть дольше чем хотелось бы по межслойке все замечательно 10 минут идешь следующий слой накладываешь время схватывания на полное закрытие от пыли 10-15 мне он адекватно для двухслойки ну по сравнению с другими двухслойниками дольше поэтому плюс микс maxi ton 3800 это быстрый лак блестит хорошо не царапается после высыхания вообще усадки не дает но и шагрей на нем нарисовать сложно поэтому там усадки не будет по полировке так себе туговато он полируется не кипит но очень сильно течет вот тут нет колонки до можно было бы сделать текучесть ну тут их немного лаков этот именно 3 800 реально сильно течет он прямо весь аж я вот так вот пальчиком даже делал на зеркальца потому что стекал по сушке очень долго он закрывается то есть именно на закрытие очень долгий но вот так вот высыхает потом ну тут минус но все-таки ультра х с между слоями ничего не делаем не время схватывания то есть очень опять же долго схватывается но раз и закрылся а 9 пипит до 60 х с я им не лил ничего что ты им делал у нас банка литрового забыли что делали но хорошо блестит так себе по царапучести то есть есть царапка микрофибры не дает усадки терпимо полируется почему-то у нас плюс-минус не кипит сохнет это один из немногих лаков которые реально отчет дальше метод пошли а дальше пошли хорошие по скорости сушки именно сохнет очень хорошо межслойка у него реально хорошая по времени то есть не надо долго ждать и время на закрытие он нормально закрывается какие-то единичные элементы красить вообще изумительно пыли не нахватайте идем дальше mc500 реклер лак блеск не сказать что по сравнению с другими чем-то лучше поэтому ему плюс-минус за это по царапучести от микрофибры царапается в течение первых там 3-4 дней потом типа закрывается уже хуже царапается но у него есть один прикол он сам свои царапки затягивает от температуры это его как отдельный такой плюсик по усадке чуть-чуть меняет свою шагру относительно той которую в камере кладешь потому что этим лаком отработал немало по полировке хорошо полируется по кипению плюс-минус потому что видел были один допустим на древчике внутри на древчика есть пузырьки то есть может закипеть по сушке хорошо сохнет на межслойки адекватная межслойка но время схватывания общего закрытия от пыли после второго слоя ну чуть дольше чем я допустим этого хочу и на что-то рассчитывать ма 380 реклер быстрый лак один к одному который смешиваем классно блестит не царапается не дает усадки по полировке туго полируется поэтому плюс-минус ему за это не кипит сохнет просто идеально между слоями то есть припыл и заливаешь нету никакого времени время схватывания закрывается мгновенно сделать таким лаком можно ну максимум два элемента рядом стоящих больше у вас не получится потому что на первом уже будет переплыл от лакировки последнего то есть это такой ремонтный лак на единичные элементы сделаны в принципе ну им оптику мы лакируем у него пластику офигенная дальше ади сотый быстрый лак желтый самый желтый лак из всех которыми я работал прозрачность вот из всех этих факторов исходит то что некоторыми реально отработать на переходах нормально некоторыми не получается отработать кто-то мусора на себя соберет больше чем другой потому что дольше открыт и так далее ну давай по сотам блестит не фонтан царапучись до царапается после высыхания усадку да дает лично себе проверено полируется хорошо не сказать что хорошо полирует плохо кожи полируется ну другими тогда прикинание потому что быстро сохнет не кипит сух сохнет на лету что называется пистолет не успел помыть медаль уже сухая но это быстрый лак между слоями никакой промежутки по условия сразу налил время схватывания мгновенно пока идешь мой ствол лак уже сухой опять же ремонтный лак также какие-то ма380 с одним лишь только минусом желтый именно в плане по скорости если сравнить этот быстрый этот быстрый этот быстрый этот желтый среди них среди всех ну и на нем можно отметить что он не годится вообще для туда в принципе быстрее для перехода не годятся они не прокатывать ни на одном из быстрых уме приходит нормально не получилось идем далее mc-405 это для меня новый лак не значую в середину написал вспомнил так за него для меня новый лак полутораслойник от леклера шикарного блестит замечательно по царапучести я его не смог поцарапать пальцами после того как прошла ну короче я включил сушку после того как открасился на 20 минут простоял ночь и на следующее утро когда я подполировал соринки у меня от пальца вообще никаких следов не было реально лак не царапаться и такой же у нас предпоследний по характеристикам то есть не царапается по усадке никакой усадки по полировке шикарно сполируется с него все не кипит а вру плюс минус поставил где-то на мазе на крышке багажника обратил внимание там где у меня под номером перевалил внутри надрыве в надрыве не то чтобы закипали но какие-то как мутные белые точечки типа пытался закипеть но у него не получилось пошли поэтому возможно что если где-то пустить соплю хорошую в ней будет закипание почему поставил плюс-минус я явно не увидел но что-то там такое колеблющийся есть надо быть осторожным сушка шикарнейший сохнет ну с условиями камеры сохнет вообще замечательно между слоями никакого промежутка времени время схватывания общее ну такое долговатое то есть если сам так он сохнет очень хорошо то после нанесения я пошел помыл пистолет перед тем как включать сушку зашел а он еще такой тянется то есть он долго открытый с одной стороны это очень плохо с другой стороны это очень хорошо смотря какие объемы мы планируем красить для какого-то полняка борт отвалить замечательно элемент валить ну надо сушку тогда резче включать чтобы он быстрее закрывался adi d50 easy это лак для новичков начинающих почему easy он позволяет прокатывать такая вещь как не до пыльчик чуть-чуть он его дотягивает сам лак то есть закрывает в грани все стягивает если сухарик где-то остался закроет его блестит хорошо царапается после полировки усадки не дает полируется замечательно не кипит пробовал лично по сушке нормально межслойка чуть чуть дольше чем у обычных условных лаков то минут 15 ну это лак для новичков спустим это ну долговатое и время схватывания у него общее ну хорошие после второго слоя он начинает сразу закрываться adi d50 я им отвалил немалый объем пятишку выработал по блеску замечательный лак но царапается после того как отполирован даже полностью высохший усадку чуть-чуть дает но больше не сдвигается полируется нормально ну хотелось бы как-то побольше блеска что ли после полировки не знаю то есть в общем сам по себе он блестит шикарно но после полировки такое себе не кипит сохнет хорошо терпимо межслойка очень длинная у него межслойка мне его в принципе отчасти из-за этого и взял потому что у меня полняк был и там 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 то есть он долго был открытый между слоями это хорошо само собой время схватывания у него долго из-за этого на себя пыли нахватал для нас новые лаки тоже привезли на пробу два лака спринты аж 67 ультра хс блеск великолепнейший идеально прозрачных шикарно царапучесть отсутствует полностью как таковая усадку не дает полируется замечательно не закипел у нас людей не было видно что помню не было повода но по крайней мере у дайна 6000 не давая поводу он закипел весь тут ничего не закипела по сушке хреново сохнут просто застрелись даже в камере очень плохо с ультра хс между слоями ничего нету и время схватывания у него тоже плохое потому что уже сушка дубасит минут 15 а он еще тени толкает резина 69 спринт вантикс это тот который стабильный к потекам блестит хорошо царапается хорошо после полировки реально царапается усадку не дал полировался так себе хуже чем по крайней мере 67 закипания нет и повода не было но не закипел ничего сушка лучше чем у 67 он уже был сухой пока 67 еще был открыт это в одной в одно время делалось камере между слоями никаких промежутков ультра хс время схватывания хорошее то есть подсох он адекватно и он не течет это у него огромный плюс его для этого делали его сложно пустить в потек дальше hrv ультрафаст поэтому лаку есть видео из недавних предыдущих это быстрый лак хорошо блестит не царапается вообще после сушки усадку чуть-чуть дал в сетку подсел у меня не кипит ультрафаст этот по сушке сохнет он хорошо в общем если взять но время схватывания до того как он закроется очень длинная прямо вообще очень очень то есть в общем он высыхает сушкой но этот лак либо под инфракрасную лампу либо под камеру то есть фактически все ультра хс это лаки под камеру то есть чтобы его можно было высушить принудительно просто так их использовать в гараже он получается глупо он реально через десять по хреново все уже греть начал он начал до становиться на хоть более-менее то есть по времени схватывания очень долго ну как пи большая часть от ультра хс и дайна 6000 один из лаков которые более-менее последними пробовали значит по блеску ничего особого так себе по царапучести царапается микрофиброй не критично но царапается по усадке дал усадочку чуть-чуть полировался хорошо по закипанию это самый худший лак и всех которые пробовал потому что он у меня с двух слоев нормальных причем между слоями было проверено на от лип все хорошо он у меня закипел весь везде и на вертикали и на плоскости одинаково по сушке нормальный он сок по времени даже хорошо я бы сказал межлойка на от лип адекватное нормальное время схватывания у него адекватное нормальное исходя из всего вот этого чисто такое свое мнение выражу в плане цена-качество именно по цене качество для меня первое место это арбей ультра хс это самый дешевый из ультра хсов но он ничем не уступает по своим характеристикам принимая во внимание его цену тому же mc 405 леклеру который мне очень понравился это опять же один из немногих последних лаков которые мне очень понравились но тут тридцать что-то там под 8 евро розница а тут 9 евро но это не рознь 12 евро у него розница была когда он был у нас не на сейчас продается или нет но его нет разница сумасшедший дальше по ультра хс он из хорошего а шарми ну реально можно для быстрых ремонтов использовать но он текучий тоже он текучий да спринт в принципе хороший со своими плюсами минусами ну можно брать спринт 67 потом макситон 3800 кстати он у нас проверен было несколько литров на переходах показал себя просто замечательно идеально вытягивался хорошо себя показывал потом из простых то что можно было бы посоветовать для гаражников применять ну чуть ли не день в день секенс хс бэсик проверено нормальный лак макситон семитысячный нормальный лак для этих дел ади д60 где он у нас ади до 60 хс и ультра хс у нас тут ультра хс и не записано потому что я им тут мир для гаражников пойдем так опять секенс хс ади до 60 хс замечательный лак для новичков ади до 50 изи прощает многие косяки в плане недопылов к потекам стабилен и так далее но из того что не советовал бы чисто из табличного подхода ml920 не нужен лак это что вантикс спринт ну то есть такое не стоит обращать внимание дайна 6000 это мое личное мнение не советовал бы ади сотый опасный лак интересно но опасный что еще из не советовал бы сотра наверное вот это да да ультра хс который царапучий вот этот на темноте то да опасно просто опасно что еще да и все в принципе то есть у нас остается из адекватных лаков искать на рынке есть нету так далее 1 2 3 4 5 а сейчас поддельно за этого красоту 6 7 8 9 10 11 12 13 лаков они разные по своей ценовой категории их и также еще можно разделить для полняков чтобы подошло не подошло то есть откинуть тут останется пару очков какие-то только для ремонтов оставить остальные уже чисто на усмотрение у кого что если у меня если есть доход если есть переход нет перехода какой тип ремонта быстрый не быстрый и так далее для оптики из того что посоветовал бы прям предназначена заводом это или клей рома 380 оптику будем ремонтировать идеально замечательно получается ну и все больше только какового говорить не о чем себе сейчас оставляем то есть у нас в работе будет mc 405 постоянно ма 380 есть постоянно в работе надо наверное взять макситона 3800 потому что к нему привыкли где-то там какие-то переходные ремонты быстрые вот этот мне понравился в принципе ничего это клочок у нас еще пол литра есть из того чего хочется уже отказаться потому что сикенс под испортился начал царапаться хотя так был хороший лак цена-качество замечательный из basic можно было пристрелять к нему можно пристреляться он себя нормально показывал за свою цену но начал царапаться не знаю почему этот мне не нужен этого к сожалению нет на рынке вот этот меня не интересует хотя лак неплохой вот этот лично меня не интересует вот этот уже меня не интересует потому что появился 405 этот мне не нужен этот мне не нужен этот не буду пользоваться сейчас я поучеркиваю то есть все что мне не интересно и остается у нас макситон 3800 аликлер айма 380 леклер mc 405 и а шарви ультрафаст но они скажем так вот этот и вот этот делал макситон 3800 они чем-то между собой очень похожи мы еще этот не попробовали на переходах полноценно у нас недавно ночью но они я не пробовал но они между собой чем-то похоже поэтому по факту имеем раз два три сикинс вот если пункт чуть подправил свое его нет у нас ну в россиян может быть он есть он есть да если у вас есть арбай ультра х с реально рекомендую берите лак классный у нас его просто нет на рынке я выбрал за свои бабки вот тут все лаки можно вычеркнуть и сказать говно вот этот лак ценой перебивает просто всех ценой и качеством за эту цену это качество реально ни один из вот этих лаков просто рядом не стоял что называется сикинс к сожалению спаску бесса хотя лак двуслойный очень хороший реально отработали много и результат был классом последнее время просто на что они кричали что у них 7000 на типа есть но подпадание да еще как бы будут какие-то лаки добавляться да я не я не утверждаю что я на этих лаках 34 лака остановился больше ничего не буду пробовать будем обязательно пробовать есть там у дайны говорят еще какие-то новые лаки у спринта из какие-то новые лаки попробуем куча еще других компаний которые просто не хватает времени и сил до них дойти попробовать этими лаком потому что вот это все по сути все кроме вот этих двух и вот этих двух спасибо олегу он их просто прислал на говорит попробуй все остальное мы покупали за свой счет причем еще до 60 попробуем ухаясь но у нас ведь да у нас еще есть лаки которые мы не открыли ну просто никогда поэтому чуть позже может быть эта табличка чуть-чуть дополнится другими лаками но в общем вот из 18 лаков реально в ходу нужны 3 вот 3 лака найдите себе те которые вам полностью понравится всем устроен и на них можно работать и делать в принципе все что вам нужно на этом все табличка получила времени на вот это все у нас ушло с июня месяца и вот сегодня 28 декабря это еще не все что мы даже успели попробовать я вам так скажу и не так что из вот этого что-то мы вообще только чуть-чуть попробовали каждым из этих лаков мы отработали минимум литр это минимум то есть вот этим литр вот этим литр и вот этим почти по литру выработали все остальные лаки это минимум по пятерочке не вру макситон 3 3800 только два литра остальные это так 53 литра то есть почти полная по сути отвален и мнение скажем так сложенная не из воздуха потому что элементов сделано много все на этом все если есть какие-то вопросы утверждения спорные какие-то моменты вы все комментарии пишите мы там с вами дальше будем общаться всем пока